Церковь, по плану должна была я быть перед Олей, но Дух Святой сказал, подожди. И вы знаете, просто я думала, вот я выйду сейчас, у меня такое серьезное слово, но и после пастора, как-то после его благодати, как-то будет неуместно. И я думаю, так, кто там по плану дальше? Оля. И выходит Оля и точно говорит, точно то, что меня вдохновляет, и то, что я сейчас могу вам сказать. Дух Святой побудил меня ночью молиться, и моя тема будет о молитве. Оля рассказывала про Баура, и она говорила, что произошли какие-то обстоятельства, и он не мог поехать, и церковь молилась, да, и что-то произошло. Вы знаете, что есть какие-то вещи, которые происходят в нашей жизни реально по благодати, да, они происходят быстро, а есть какие-то вещи, которые мы должны отвоевывать. И вот вы знаете, что, в принципе, Бог нам дал обетование, да, и многие вещи мы имеем уже в обетованиях, да, исцеление там, и там еще что-то. И, допустим, если взять такой пример, как народ Божий выходил в обетованную землю, то были естественные вещи, которые Бог им давал, манну. Но Бог им дал обетованную землю, но ее нужно было завоевать. И вот, может быть, эту поездку Бауру нужно было завоевать, потому что велась духовная война, была молитва. Я хочу об этом немножко поговорить. Хочу, чтобы мы посмотрели местописание от Луки 10-19. Слово Божие говорит. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для чего вообще Бог дает нам... И есть еще одно местописание. А, это я другое прочитала. Это я прочитала Ефесянам 6, 11-12. И выше я хочу еще прочитать все-таки Луки 10-19. Сие даю вам власть наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Бог нам дает власть. Зачем Он нам дает власть? Мы же вроде бы во Христе все имеем. Зачем нам какая-то власть? Зачем вообще какая-то война? Неужели Бог, Он желает, чтобы мы воевали? Да. Бог желает, чтобы мы воевали. Он же нам дал всеоружие Божье. Для чего нам это всеоружие Божье? Чтобы мы просто облеклись во всеоружие и стояли такие. Нет. И красивые такие, со щитом и с мечом. Как Саша здесь стоял, помните, однажды? С мечом, со щитом все имеем. Вы помните вот это всеоружие Божье? Как он там снарядился и все. Но смотрите, если бы Саша снарядился, или мы имели бы это всеоружие Божье, но меча не имели. Победили бы мы? Нет, нас бы меньше побили, но все равно бы убили. Правильно? Что самое главное в войне? Это иметь оружие. И Бог нам дает оружие. Слово Божье говорит, что самое главное это оружие, это меч. И он ассоциируется со Словом Божьим. Как мы можем побеждать врага? Словом Божьим. И наша брань, как я уже говорила, что не против крови и плоти. Что когда пришли эти обстоятельства, в жизни Баура или в жизни наших, какую-то в нашу жизнь приходят какие-то обстоятельства. Да, есть вещи, которые мы и веем через обетование, но есть вещи, которые нам нужно отвоевать. И это просто стоял нечистый дух, который ему посеял, она потом прочитала. Это просто был нечистый дух, который сеял эти мысли, который сеял эту ложь. И за каждой нашей проблемой стоит нечистый дух. Если есть проблемы в семье, значит, есть какой-то нечистый дух, который мешает просто быть миру в семье. Или если кто-то из родственников имеет какую-то зависимость, значит, за этим стоит нечистый дух. Если есть какие-то финансовые проблемы, это тоже может быть нечистый дух. Конечно, нужно соблюдать там Слово Божие и так далее, и так далее. Мы это все знаем. Есть обетование, которое уже мы имеем, но есть то, что нужно воевать, воевать, за что нужно воевать. И мы боремся, мы не можем бороться с нашими родственниками, правильно? Оля говорит, ну вот, он, допустим, не слышит, ну как с ним бороться? Вот что можно сделать? Если он не слышит, не видит, как быть. Ну, есть нечистый дух, который за этим стоит, да? И можно просто разрушить дела дьявола. Неужели Бог хочет, чтобы мы сражались? Неужели Он хочет, чтобы мы воевали? Да, потому что Он так же делает. У нас же Он во всем пример, поэтому я хочу, чтобы мы прочитали Исайя, 42 главу, с 13 по 14 стих. Исайя, 42, 13, 14. Исайя, 42. Господь выйдет, как Исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающие. Буду разрушать и поглощать все. Вы знали такого Господа? Многим не нравится, когда мы кричим. Вы знаете, что написано, что Он поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов. и что будет кричать, как рождающие. Я думаю, все женщины знают, как рожают женщины, как они вопят. Бог, Он точно такой же. И поэтому, если внутри вас, и вы иногда чувствуете молиться, и вам хочется громко молиться, это нормально, это природа Божья. Помните, я, когда вела поклонение, мне такое слово пришло сегодня на репетиции, что хвала, она делает безмолвным врага и мстителя. Наша хвала. Хвала – это не молчание, это не внутри какое-то состояние. Мы с группой прославления изучали, что хвала, она всегда видно, ее слышно. Когда мы хотим кого-то поблагодарить, мы не говорим, ой, спасибо тебе. Или кто-то нам сделан подарок. Мы восхищаемся, спасибо, супер, как классно. И хвала, она выражается всегда. Нельзя внутри думать и благодарить. Ну, конечно, можно, но это никто не увидит, не поймет. И Бог, Он такой. И дальше, вот давайте, всеоружие Божье. У Бога то же самое, всеоружие Божье. В этом тоже говорит Библия. Он не просто нас заставляет это делать, Он так же это делает. Это тоже написано в Исаии. 59 глава, 16 стих. Так, Исаии. 59, 16. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему и мужца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на главу свою. И облегся в резумщение, как в одежду, и покорил себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере, он воздаст противникам своим, яростью, врагам своим, местью, отомстит, воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы его на восходе солнца, если враг придет, как река дуновения, Господа прогонит его. Аминь. Вы видите, что Господь, Он тоже имеет снаряжение. Не только нам говорит, но и сам такой. Я вначале говорила про обетованную землю, что когда народ ходил, Бог их благословлял, каждый день, три раза в день, они ели манну. Но землю обетованную нужно было завоевывать. И первый город, к которому они пошли, был Ерехон. Что они делали? Они ходили. Они возогревали ревность. Они ходили вокруг этого города. Я думаю, кто-то в них кидал помидорами, говорил на них плохие слова. Представляете, они семь дней ходили, да? Пастор, семь дней, по-моему. Семь дней. Кто-то про них песни глупые сочинял, обзывал их, считал, что странные люди, они молчат и ходят. Но они возогревали ревность. Чтобы мы начали молиться духовной бранью, у нас должна быть ревность. Понимаете? Мы не можем просто так. Должна быть ревность. Ревность появляется из откровения. Какая-то видимая ситуация. У нас проблемы в финансах. Это видимая ситуация. У нас начинает происходить ревность. Почему проблемы в моей семье? Я не хочу с этим соглашаться. Я не хочу быть бедным. У нас есть ревность. За этим стоит, значит, какой-то нечистый дух. И нам нужно вести эту войну. Бог нас обеспечивает 100%. Но есть вещи, которые мы должны отвоевывать. Это может быть твоя обетованная земля. Это может быть твоя семья, твои родственники. Какая-то ситуация в твоей жизни, которая не происходит в ней победы. Все происходит. Бог обеспечивает. Это есть, это есть. Но какая-то есть ситуация, я не знаю, в твоей жизни, которая не происходит. Значит, это нужно отвоевать. И что они делали? Они заорали. Они сказали, впустите нас своими, Господа там. Они заорали. Они криком орали. Они так орали, что стены огромные попадали. Они возогревали эту ревность. Они молчали. Они день ходили. Ну вот, мы им скоро уже покажем. Они второй день ходили, третий день ходили. И такая ревность у них возопила. Это Бог им уже обещал. Но они это еще не получили. И они как закричали, что стены рухнули. И мы, подобие Божье, аминь. И мы можем кричать. Бог говорит, чтобы мы молились духом всякое время, чтобы мы молились умом, но также духом. Это очень важно. Иногда написано, что мы не знаем, о чем молиться и как. Но Дух Святой дает нам провещевать. И очень важно молиться. Иногда в нашей молитве на иных языках, какая-то война, какая-то сила, мы не понимаем, что происходит. И мы начинаем провозглашать, какие-то странные языки появляются. Потому что Дух Святой побуждает нас. Вы думаете, Иисус время ходил на гору. Если бы Он сидел в комнате, молился, так как Он молился, там весь город был, с утра проснулся. Но Он ходил на гору, Он там молился, Он вопиял Господу, Он провозглашал. Написано, что Он наш ходатай. Он ходатайствовал за своих учеников, я думаю, за все ситуации, за то, что Ему предстоит. Он просто взывал Господу, Он вел эту войну. И мы ничего не делаем, потому что мы это придумали. Все это есть в Библии. Если вы начнете углубляться и читать Слово Божье, вы увидите эти вещи. Очень важно молиться. Оля говорила, вот день-два уже все. Церковь молится. Мы тоже можем молиться. Нам нужно молиться. Хотя бы час в день мы должны молиться. Но если есть какие-то вещи, в которых ты не видишь поведу, тут нужно воевать. Тут нужно воевать. И как я говорила, для духовной брани нужна ревность. И нужно увидеть откровение. За что молиться? Еще хотела сказать, что Оля тоже говорила, как раз все так Дух Святой подводит, что действительно духовных действий в этом мире гораздо больше, чем мы думаем. Мы видим проблему, мы начинаем молиться. Но если бы вы знали, что в духовном мире происходит, сколько всего, то бы мы молились непрестанно и день и ночь. И важно не молиться уже тогда, когда мы видим проблему, а написано, когда Дух дает. Дух Святой постоянно нас побуждает молиться. Примите решение молиться. Примите решение молиться в Духе. Как я говорила, что многие вещи мы имеем в обетованиях уже, но есть то, что нам нужно отвоевать. Мы должны быть готовы к духовной войне. Еще раз повторю, что духовная война начинается с ревности. Бог, он кричит на своих врагов, мы читали. Поэтому, знаете, не крик ради крика. Богу не нужно кричать, да? Он нас слышит. Мы должны кричать, чтобы дьявол испугался, да? Как написано, что хвала делает безмолвным наше провозглашение в духовном мире, что просто он замолкает. Но если мы молчим, ну ничего не произойдет. Для чего нам это все оружие? Для чего нам этот меч? И каждый день нужно совершать эту войну. За наших близких, за наших родных, за наших детей. Оля молит... Все мы молимся духом, да? И я верю, что когда ты молилась, может быть, и реально, ты молилась о том, чтобы Бог все устроил вот с этой поездкой в Беларусь. Чтобы вот так вот все произошло. Ты заранее молилась, но ты об этом не знала. Просто не бойтесь этого. И я хочу пригласить группу прославления, чтобы мы сейчас помолились. Просто хочу воздохновить. Сейчас непростое время в нашей семье, и Бог меня побуждает молиться. Может быть, есть обстоятельства в твоей жизни, которые ты, может быть, тоже не можешь преодолеть. И для этого есть Божье Слово, Божий меч, духовная война. Поэтому давайте сейчас встанем и просто помолимся. Вы можете молиться умом, вы можете молиться духом. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарим тебя за твое слово. Мы благодарим тебя за твою милость к нам, за ту победу, которую ты даровал нам во Христе Иисусе. Ты уже нам даровал, Господь, эту победу. Мы уже все имеем в тебе, Господь. Но ты желаешь, чтобы мы также вели войну за наших близких и родных, за какие-то вещи в нашей жизни. И мы желаем, чтобы ты действительно внутри нас сотворил эту молитву, этот молитвенный дом, чтобы мы провозглашали, Господь, чтобы мы противостояли козням сатаны и дьяволу. Потому что ты сказал, что ни одно оружие против нас, оно не будет успешно. И что мы свяжем на земле, то будет связано на небе. Нам нужно связывать, нам нужно разрушать. Ты дал нам это оружие, это слово Божье, это все оружие, Господь, этот меч духовный. И мы благодарим тебя, Господь. Мы благодарим тебя, что мы противостоим не против крови и плоти, но против нечистым духом. И просто запрещаем всяким демонам атаковать наши семьи, атаковать наших близких и родных, в нашу церковь, всеять всякую ложь в наше сознание, в наш разум. Мы противостоим всякому нечистому духу, словом Божьим и кровью Агнца. Мы благодарим тебя, Господь, за твою охрану и защиту, Господь. Мы благодарим тебя за твою победу, Господь. Благодарим тебя за твою милость, Господь, за твою благодать. Аллилуйя. Кера Браба Сэнди, Виджера Браба Сэнди, Шиза Видера Бараланда, Сэрегеда Васатера. Аллилуйя. Славим тебя, Господь, превозносим твое святое имя. Аллилуйя. Благодарим тебя, Господь. Ты великий Господь, нет подобного тебе. Ты Бог богов, ты царь царей. Аллилуйя. Написано, перед именем Иисуса Христа склонится всякое земное и небесное и преисподнее. Мы благодарим тебя, что перед именем твоим склоняется всякий нечистый дух во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что мы дети Божьи, что мы царственное священство, что мы люди, взятые в удел, что мы глава, а не хвост. Мы не соглашаемся с ложью дьявола. Мы говорим тебе, дьявол, заткни свой рот во имя Иисуса Христа, потому что Бог с нами. Кто-кто в нас, Он больше того, кто в этом мире, во имя Иисуса. Мы благодарим тебя за то, что ты умер за нас и даровал нам победу во Христе Иисусе. Аллилуйя, Господь, внутри нас сотвори этот молитвенный дом. Господь, возогревай нас, нас дух молитвы, дай нам молиться каждый день. Ты желаешь, чтобы мы молились тебе непрестанно, во всякое время, чтобы мы молились духом, чтобы мы молились умом. Аллилуйя, мы поклоняемся тебе, Иисус, мы превозносим тебя. Ты достоин славы, ты достоин всех хвалы, Иисус. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, о, сотвори во мне. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, о, сотвори Господь. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, о, сотвори Иисус, Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, молитву твори во мне. Пусть огонь на алтаре все время горит, огонь на алтаре все время горит. Пусть огонь на алтаре все время горит, молитву твори во мне. О, день и ночь, ночь и день, молитву твори во мне. О, день и ночь, ночь и день, молитву твори во мне. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, молитву твори во мне. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, молитву твори во мне. О, день и ночь, ночь и день, молитву твори во мне. О, день и ночь, ночь и день, молитву твори во мне. Славим Тебя, Господь, превозносим Тебя. Благодарим за то, что и сила в имени Иисуса Христа, которая разбивает все дела дьявола. Мы благодарим Тебя, что Ты впереди нас идешь, что это война, Господь. Не мы ее ведем, но Ты вместе с нами. Мы благодарим, что победа уже от Тебя, что Ты нам даровал победу, но Ты нам даровал оружие, чтобы мы противостояли всем козням дьявола. И мы противостоим именем Иисуса Христа всем Его делам. Мы провозглашаем победу Божью в нашей жизни. Мы провозглашаем болю Божью в нашей жизни. Мы провозглашаем, что ни одно оружие против нас не будет успешно. Мы провозглашаем, что брата ада, они не отдаляют церковь. А мы из церковь Твоя, мы из тела Твоего, Иисус. Мы благодарим Тебя за все, мы славим Тебя, мы молимся с верой во имя Иисуса Христа. И вся церковь скажет Аминь. Аминь. Поэтому я вдохновляю вас молиться, братья и сестры.